На этом месте мог бы стоять новый дом, где могла разместиться семья, в которой воспитывают семерых детей. Но пока тут только кусты и бесхозные постройки. Сдвинуть дело с мертвой точки мешает земельный вопрос, который долгие годы для многодетной семьи не находит ответа. Дроздовы сначала в очереди семь лет ждали участок, а в 2020 году решили действовать другим законным способом. Данный земельный участок, о чем сейчас речь идет, я нашла самостоятельно. Я заказала схему у кадастрового инженера, оплатив эту схему, я обратилась в администрацию города на согласование, на схему. И здесь начались проблемы. В администрации схему согласовывать отказались. Сначала поводом стали уже существующие на том участке бесхозные постройки, затем непонятный простому человеку термин – изломанность границ. Изломанность границ – это очень широкое понятие, а определения этому понятию нет в законодательстве. То есть его понимают все как хотят. Но администрация говорила о следующем, что не прямоугольный земельный участок, а шесть поворотных точек имеет. То есть не четыре поворотных точки, как у правильного прямоугольника, а шесть. Вот в этом заключается изломанность границ. Изломанный ответ Дроздовых не устроил. Они обратились в городской суд. Он стал на сторону многодетной семьи и обязал администрацию пересмотреть решение. Но вместо этого, рассказывает женщина, мэрия Новоалтайска подала апелляцию. История получила новый виток. Обратившись к данному кадастровому инженеру, администрация города формирует этот участок, то есть мой, который я нашла, формирует себе. То есть отказав многодетной маме, они формируют себе. Вот в этом и проблема вся. В ответе на запрос от нашей редакции, власти Новоалтайска снова указали на изломанность границ. И подчеркнули, что это теперь действительно муниципальная земля. На ней планируют разместить сквер при детской поликлинике. Это муниципальная земля. И она, значит, этот участок, он не будет никогда передан никакому физическому лицу. Вот будет использован для нужд города, скажем так. И вот обвинение администрации в том, что вот мы этот участок нашли, а вы сейчас кому-то ему другому дадите, он не правомочен и не имеет под собой никаких оснований. То есть на самом деле, с учетом того, что он был действительно необычной конфигурацией, мы его просто, скажем, добавили к той территории, которая де-факто уже и чистилась муниципальной. Но семья сдаваться не собирается и намерена отвоевать сформированный за свои деньги, а это несколько десятков тысяч рублей, участок. Тем более, что уже и в Краевом суде отказ администрации Новоалтайска предоставить участок Дроздовым признали незаконным. Мы же продолжим следить за развитием истории. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...